Мужчина не будет дружить с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Это факт. Мне мешает это двигаться вперед. Моя застенчивость. Я не всегда могу сказать, что я думаю напрямую человеку. Мужчинам больше нравятся такие скромненькие, тихие. Просто отношения не переходили никуда. И обоих нас это устраивало какое-то время. Привет, меня зовут Павлютина Полина Романовна, мне 27 лет. Я работаю на Томаше. Параллельно еще занимаюсь онлайн-тренингом. Тренируюсь в зале, готовлю к соревнованиям. И все, пока что. Пока что, да. Мне кажется, достаточно для молодой и хрупкой девушки. Какое у тебя образование стоит, пожалуйста? Образование высшее, техническое. У меня в семье практически у всех техническое образование, поэтому у меня особо выбора не было. Я никогда не рассматривал что-то другое. Семья техников? Да. В детстве ходила, получается, на какие-то станции юных техников? Нет, не дошла. Не дошла? Нет. Ну а на кружки вообще в детстве ходила какие-нибудь? Нет, не ходила на кружки, только училась, и все. Ну и все вот так вот. Не дошла никуда. В детстве все в учебе у тебя, получается, прошло. Ну вот смотри, тебе уже 27 лет. Как на личном фронте? Пока что никак, я свободна. Ну а ты не задумываешься, почему тебе не расскажешь, что пора уже диеты прожать, как обычно у тебя дети? Конечно, все говорят, всем очень интересно узнать, почему у меня их нет до сих пор. Ну почему нет мужа, почему нет, ты сама как вообще отвечаешь сама себе на этот вопрос? Ну потому что еще не время. Я считаю, что в этом нельзя спешить и лучше немножко подождать, повыбирать и тщательно к этому отнестись. Ну по сути вообще подходящего времени нет ни для чего. Нужно как бы жить здесь и сейчас, как ты на это смотришь? Мне кажется, в этом вопросе лучше позже, чем раньше. Но у тебя это никак не коробит и не переживает? Нет, конечно, нет. Даже молодого человека нет? На данный момент нет. Остались? Да. Как давно? Несколько месяцев назад. Долго были вместе? Два года. А причина расставания? Опустим. А почему опустим? Может быть сейчас на тебя смотрят по отличиям, которая такая же ситуация и может быть сейчас находятся в депрессии? Это было слишком лично, я не думаю, что надо об этом говорить. Слишком лично это измена может быть? Нет, нет, ничего такого. Ну а что тогда, если будет лечнее, чем измена, что нельзя озвучить? Ну пути у нас разошлись, так скажем. Не хочу говорить честно, но не буду. Но это настолько болезненно? Да. Ну прям именно болезненно или неприятно? Ну неприятно, так скажем так. Неприятно. Ну получается тебя как-то, я не знаю, не то что подставила. Я здесь делаю настолько больно, что ты решила. Ты сама ушла или ты просто после такого определенного разговора расставили точки на дыр? И полюбовно разошлись. Нет, для меня это не болезненная ситуация. Я смотрю по своим подругам, у которых дети появились ближе к 30 годам. Это гораздо более осознанные люди. И я придерживаюсь того, что нужно к такому ответственному шагу подходить уже в более сознательном возрасте. То есть для меня, я помню, что в 24 года это, ну… Ну у кого-то и в 19. У кого-то и в 19. У меня мама в 19 родила. То есть если так получается, то уже ничего не сделаешь. Но если есть выбор, я бы сделала это в более осознанном возрасте. Мне мешает это двигаться вперед. Моя застенчивость. Я не всегда могу сказать, что я думаю напрямую человеку, допустим. Наглости мне не хватает еще. Ну, может быть, это не наглость, а определенная какая-то уверенность в себе. Это разные вещи. Есть наглость, есть тервозность, а есть уверенность в себе. Вот какого качества тебе не хватает и какой бы хотелось бы приобрести? Из этих уверенностей, тервозность или наглость? Нет, с мужчинами нет, не мешает. С мужчинами? Я думаю, мужчинам больше нравятся такие скромненькие, тихие. Скромные, тихие, которые потом раз так оборвало, сказали, что она уходит, привожу, вы с ней согласились. И чувство страха видела. Ну, все ушло. Хорошая, что есть, что скромность. У девушки, которая поступает в отношения, может что-то сказать человеку, чтобы он, во-первых, согласился, во-вторых, отпустил ее полюбовину. Я убедительная очень. Убедительная скромность? Да. Как может быть, это нескромность. Я доводы довожу, правильно? Рассказываю. Какая-нибудь маниакальность? Нет. Люди боятся. Надеюсь, нет. Физическая расправа? Нет. Это вообще как бы спыльчивый, агрессивный человек? Нет, я очень спокойная. Я конфликт всегда тушу. Я никогда его не распыляю. И только словесно. Приходилось физически? Нет, никогда. Никогда ни разу не брал из своих детств? Нет. Ну, там, ты же девочки. Хорошо. Теперь вот момент предательства. Передавали ли тебя мужчины, подруги, вообще родные, близкие люди? Нет, никогда. Даже в этих отношениях, которые были без свободы, не было предательства? Ну, там не предательства. Бодавуха. Ну что, рассказывай. Мы должны узнать, из-за чего ты рассталась со своим молодым человеком. Расскажи, так может быть, просто реально сейчас у девушки какая-нибудь такая же ситуация? Нет, это не предательство, это просто не... Просто отношения не переходили никуда. И обоих нас это устраивало какое-то время. И я поняла, что просто это бессмысленно. Я очень щепетильно в этом вопросе. Для меня не каждая подруга, прям, вот из близких моих знакомых, не каждая моя подруга. У меня их буквально три, которых я могу назвать подругами. И поэтому, я думаю, вряд ли среди них может быть предатель, потому что я очень тщательно выбираю. Дружим давно. Ну, ты тщательно выбираешь. Молодого человека ты тоже выбрала себе и через два года расстраиваешься. Это всё опыт. Без этого развития не бывает. Это всё надо. Хорошо, какой опыт в отношениях ты проявила? Опыт чего? Опыт. Для меня эти отношения были показателем того, что... Хорошая тема. Обожаю. Моё любимое. Стоит тщательнее выбирать партнёра. Какие критерии при выборе? Критерии при выборе? Ответственность. Это для меня сейчас главный критерий. Ну, то есть в предыдущих отношениях человек не готов был нести за тебя ответственности за ваши отношения? Ну, он, получается, жил своей жизнью. Ну, что-то, видимо, такое произошло. Я не знаю, ты попал в какую-то переделку, тебе пришлось возвращать деньги, и человек от этого отошёл? Нет, другая. Тебя не поддержал как-то в какой-то момент? Нет, а ответственность в том, чтобы развивать отношения. Я про эту ответственность говорю. Ну, развивать отношения, ответственность по отношению к человеку, это, в принципе, понятно. Что ещё? Критерии выбора партнёра для совместного проживания. Проживание. Как общага. Порядочность. Порядочность. То есть я должна быть уверена, что человек мне не предаст. Внешний фактор какой-нибудь есть при выборе партнёра? Внешний нет. Не принципиально абсолютно. Для меня было важно, чтобы в дальнейшем наши отношения переросли в семью. Для человека это было абсолютно неважно. То есть замуж не позвал? Ну, да. Ну, то есть не то, что не позвал, должна была быть в моём понимании в дальнейшем, не прямо сейчас мне это нужно, а мне важно было знать, что это когда-либо произойдёт. То есть, а человек, у человека была позиция, что это, в принципе, не нужно. И то есть на вот существовать, так встречаться можно вообще просто бесконечно. И брать ответственность за женщину необязательно. По поводу дружбы между мужчиной и женщиной? Её не бывает. Не бывает? Не бывает. Это получается кому-нибудь из сторон что-то нужно, а второй скажет? Конечно, да. Мужчина не будет дружить женщиной, если она ему сексуально непривлекательна. Это факт. Да я думаю, здесь возраст вообще никакой роли не играет. Ну, а главное, что для участницы конкурса? Уверенность в себе, смелость какая-то, наверное. Ну, то есть презентация себя как-то себя прожажет? Презентация, да. Не обязательно быть молодой девочкой? Конечно, не обязательно. Чтобы взять первое место, допустим, как ты расцениваешь свои вообще шансы на победу? Я думаю, они высокие, почему бы и нет. Было бы странно, если бы сказала, да, вообще нет шансов, смысл тогда бы я бы не пришла. Я думала, они будут хуже, конечно, выглядят, но... Слишком хорошие. Правда, крутые вообще. Я не ждала. Я, если честно, не особо помню прям каждую. Ну, я помню, что они все такие эффектные, но вот прям, чтобы... Ну, может быть, какая-нибудь из них тебе просто запала, ты первого увидела и сразу все поняла. Ну, здесь нужно будет побороться. Или же ты еще не оценивала в плане, как борьба? Я не оценивала, нет. Смысл мне оценивать. Ну, то есть ты будешь, в первую очередь, отталкиваться в себя само и... Ну, да. То, что я их оцениваю, мне никак не поможет. И смысл здесь моего мнения о них. Не я же выбирать буду. Ну, может быть, какая-то стратегия у тебя была, и уже родилась, как себя вести на проект? Мне кажется, здесь вообще никакая стратегия не работает. То есть здесь такой конкурс, что вот либо ты вот такая, как есть, нравишься, либо не нравишься. Ты уже сделать ничего с этим не можешь. Это не, там, мои соревнования по бодибилднику, где от тебя хотя бы что-то зависит. То есть построишь ты тело красивое, выиграешь. Не построишь, не выиграешь. Здесь, вот какая есть, такая есть. Смысл что-то делать. Как же ты занимаешься? Ой, 6 лет назад я начала тренироваться в зале. А соревнования? Соревнования 2 года назад я начала. Ну, почему такое решение тебе нравится? Увидела, влюбилась и решила попробовать. Мне очень понравилось. Ну, многие считают, что это какой-то более мужской, что ли, вид спорта. Какие-то мужские соревнования, что это не женственно, а более мужественно. Девушка будет лидер. Там даже категория фит-модель есть, которая выступает в блестящих длинных платьях. Я думаю, это не только мужской конкурс. Это уже давно не только для мужчин. Ой, да мне тоже так даже писали, что я там очень сильно перекачанная. Ну, а потом меня в жизни видят и такие, ну, где это все тогда? Куда ты спрятала? Ну, как ты реагируешь на это? Да смешно, честно. Ну, как бы вот эта картинка, смысл судить по картинке. Понятно, что я как-то на фотографиях определенно выгляжу, но это значит, что я такая же в жизни. Ну, это их мнение, почему нет? Задевает тебя? Нет, абсолютно. Ну, дальше проект еще будет продолжаться. По-любому будут какие-то лестные, нелестные комментарии. Как вообще друзья-то, ну, понятное дело, что в большинстве случаев, наверное, хорошо отнеслись? Или же нет? Были противники? Нет, друзья все хорошо отнеслись. Они меня поддерживают. Ни одного человека не было, чтобы сказать, ну, кто ты идешь? Нет, никто не говорил. Родственники, близкие люди, все поддержали? Конечно, все поддержали. Мне мама пихнула даже, говорит, что ты сидишь, иди. Ты еще инициатор практически? Практически, да, я еще сомневалась. Она говорит, что ты сидишь, типа? Может, мама в главной пись, точно? Возможно, возможно. Она его потратила уже, да. На что, как ты предполагаешься? На главную маму потратить, в главной пись? Я не знаю даже, на что она может потратить. На воду может. Да, может, скорее всего. Ясно. Вот. Ты, получается, занимаешься спортом. Это твоя вторичная деятельность. Ты работаешь на заводе. Какую ты хочешь сделать сферу деятельности для себя основной? Основной – фитнес. Мне это более интересно. Когда ты это поняла, 6-летний зад, или недавно пришло в сознание? Да, недавно буквально. Как начала выступать, сразу поняла, что я получаю большое удовольствие от этого, и без этого не могу. А кем ты видишь себя в этой сфере? Фитнес-тренером? Фитнес-тренером, да. В нашем городе? Онлайн. Онлайн-тренером? Да. Ты же понимаешь, что, чтобы наработать и аудиторию, это очень-очень долго и много нужно работать. Да, я понимаю, где не нужно работать. Везде. Ну, хотя бы это мне приносит удовольствие. Мне кажется, очень тяжело выходить из Ана-Карфорта. Когда ты к чему-то привыкаешь, менять и не хочется, и непонятно, что там будет впереди, и поэтому тяжело. Ну, ты готова идти? Да. До конца, до победы. Каким ты видишь свое будущее через пять лет? Через пять лет у меня будет семья, муж, ребенок. И я думаю, я возьму чемпионат России по бодибилдингу.